Итак, добрый день! Сегодня мы с вами будем создавать цветную легенду помещений. Имеется ввиду распределение помещений по различным цветам. Не забывайте подписываться на канал, это очень стимулирует меня и стараюсь не пропадать. Спасибо! Применяется данное отображение. У меня, хоть и на чертеже, уже были сделаны помещения, отдельный лист со спецификацией, настроенный по ГОСТу. Ссылка будет в описании у нас с вами к ролику и сверху. Я переделаю его для вас и вы вместе со мной сможете повторить. Для того, чтобы не удалять что-то на этом чертеже, хотя бы только зоны, я для этого создам копию данного плана. Для этого нажму правой кнопкой мыши по плану первого этажа, копирование вида, просто скопирую его без детализации, размеры мне не нужны, копирую его без детализации, переименую его в план первого этажа, легенда. Окей. Выделю все элементы по своему дому через фильтр, оставлю помещение, удалю их. И сейчас мы пришли к тому виду, который, скорее всего, у вас присутствует. То есть есть план этажа, но не расставлены зоны, в данном случае легенда помещений. Это чем-то похоже на план зонирования, только у нас он не образный, он уже делается по плану своего этажа. Итак, для того, чтобы расставить нам помещение, нам необходимо воспользоваться, во вкладке «Архитектура» воспользоваться помещением. При активации данной команды я вижу то, что у меня в настройках моих семейств, которые располагаются здесь, уже с настройком площади, у вас, скорее всего, присутствует стандартный с маркой помещения, либо вообще другой какой-либо стандартный, который был до редактирования. В одном из видео я их тоже редактировал. Я оставлю площади, только зайду в изменение типа, уберу галочку «Показать площадь». То есть расставлю чисто помещение. Я могу воспользоваться автоматическим размещением площадей. Помещение, прошу прощения. Смотрите функцию смещения. Смещение – это до какой высоты рассчитывается у нас площадь. При высоте этажа 3 метра и перекрытие 160, он мне рассчитал на 2840. Окей, все полностью верно. При активации автоматического создания площадей может возникнуть помещение. Может возникнуть ошибка. Поэтому советую общелкивать марки вручную. В данном случае это вот марка помещения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Здесь у меня было какое-то помещение. Это глюканул на самом деле ревит. Я расставил границу основных помещений. Что я сделаю теперь? На самом деле настройка самой легенды располагается и ее детальная корректировка. Я могу также через на самом деле спецификации делать быстрое обозначение всех помещений. Но я сейчас вам это покажу. Два вида основных настроек. В первую очередь меня интересует вкладка аннотации. И здесь меня интересует заливка цветом. При активации функции заливки цветом у меня, во-первых, программа. Я нажал один раз левой клавишей мыши легенда заливки цветом. Второй раз нажимая левой клавишей мыши в пространстве модели нашей, появляется окно. Что мы хотим рассчитывать? Пространство либо помещение. И как у нас будет называться схема. Я ее могу в дальнейшем называть самостоятельно, поставить нет. Но пускай у меня будет идти от имени нашего помещения. Все эти настройки мы сейчас с вами придем еще. Нажимаю окей. По умолчанию он мне принял название тех помещений, которые смог определить. Но по цвету они у нас все одинаковые. Давайте мы нашу легенду помещений отредактируем, чтобы она отображалась только для данного типа. Меня интересует ведомость и спецификации плана этажа. В ведомости и спецификации плана моего первого этажа у меня есть неразмещенные помещения, которые я удалил, но он их не потер из моего проекта. Я их сейчас на данный момент удалю. У меня теперь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять неразмещенных помещений. Вернусь назад на план этажа. Легенда. Я вижу, что теперь легенда помещений моих одного цвета. Помещение. У вас, скорее всего, будет точно так же. Это просто остаток с предыдущего нашего проекта. Он оставил значение в таблице экспликаций. Для тех, у кого нету таблицы экспликаций, хотя она создается по умолчанию, у нас в ведомости и спецификации можно нажать правой кнопкой мыши, создать спецификацию «Количество». Меня интересует помещение. Ок. Ну и добавляем все, что нам необходимо. По настройкам таблицы экспликаций у меня было отдельное видео. Ссылку я на него оставлю. Что мне теперь необходимо сделать? Во-первых, я должен переименовать помещение под соответствующее имя, которое у меня располагается в панели свойств. Я могу это сделать долго, меняя обозначение при подсветке каждого из них. И, соответственно, у меня будет появляться данное помещение в легенде. Либо я могу сделать это через спецификацию. Отсоединю план. Камень будет располагаться ниже. Сделаю его маленьким. И теперь смотрю. Во-первых, я могу поменять номер данного помещения. Могу поменять его имя. Здесь у меня будет кухня. У меня поменялся цвет. При этом... Давайте все остальные поменяю. Здесь у меня будет... Здесь у меня будет... И раса. Здесь у меня будет... Крыльцо. Здесь у меня будет крыльцо. Здесь у меня будет кабинет. Прихожая. Раскрою границы. Посмотрю на план целиком. Привяжу его в вкладке. Что я наблюдаю? Во-первых, я могу отредактировать схему. Я могу поменять цвет заливки. Пускай у меня будет кабинет отображаться красного цвета. Если такой понравится. Могу сплошную заливку поменять на различные штриховки, которые вам понравятся. Помимо всего прочего, графически я могу настроить отображение легенды, шрифтов. По умолчанию я их уже делал для плана своего фасада. Восточный, насколько я помню. Нет? Южный. Там создавалась абсолютно аналогичная легенда для наших фасадов. Если вам необходимо повторить эти показатели, чтобы не искать, я подсвечиваю легенду помещений, изменить тип и настройки моего экрана. В итоге у меня будет отображаться цветовая схема легенды моих помещений. Я могу точно так же вынести их на листы и подписать. Если вам необходимо помимо легенды поставить значение площади, нам нужно точно так же поставить марку помещения. И нас интересует номер в данном случае. Ну менял я только у одного, поэтому у меня сейчас только у одного задано. Либо, давайте поменяем, перфекционист. Либо, давайте поменяем, перфекционист. Два. Три. Девять. Девять основных помещений. Да, они пронумеровались не в соответствующем порядке, но сейчас меня пока это не интересует. И поставлю значение помимо номера помещения. Номер и площадь меня не интересует. Поставлю значение площади. Хотя точно так же мог выбрать отдельное имя. Я мог сделать это автоматически. Либо сейчас сделаю вручную. Я же забыл. Я же уже использовал. Я просто первоначально при расстановке наших помещений забыл, что я уже настраивал отображение. И в итоге у меня в некоторых помещениях площади растаялись в два раза. Вот такой небольшой урок. Если вам понравилось данное видео, вы знаете, что нужно делать. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok